Всем привет! С вами Нина Спицына и это не Детские Новости. Разбитые стекла, пластиковые бутылки, пакеты из-под еды и напитков и прочий мусор. Это не о свалке, а о детской площадке, на которой, по словам жильцов поселка Рабочий, гуляют воспитанники частного детского садика Гнездышко. Кроме того, развлекаться сюда приходят маленькие жильцы поселка Рабочий. Но вряд ли они могли после себя оставить такую грязь, кому понадобилось мусорить на детской площадке и кто ее должен все-таки убирать. Были ли случаи трамбирования на детской площадке? Ну, насколько мы слышали, да, вот дети в детском садике здесь гуляют, кто-то что-то себе поломал, то ли ключицу, то ли, ну, вот, что-то типа в этом роде. Чем чреват мусор на площадке? Ну, дети, во-первых, могут порезаться, вы же видите, вон стекол полно. Как давно существует данная проблема? Ну, уже года два точно. Как вы пытаетесь с ней бороться? Ну, мы приходим родители, те, которые вот гуляем с маленькими детьми, берем с собой пакеты и вот как бы стараемся вот убирать вот для своих детей. То есть на следующий день мы приходим, и опять все то же самое. Куда обращались? В комитет по обеспечению жизнедеятельности, вот туда обращались, потом старались дозвониться в ТОС, ну, то есть кто здесь закрепленный, чтобы должны убирать. Ну, были попытки для того, чтобы пришли нам, убрали площадку. Есть ли другие площадки в поселке рабочем? Нет, у нас только вот эта одна площадка. Мы очень были рады, когда нам ее сделали. Вот, ну, вот такой, как бы, такой мусор. Я не знаю, просто как с детьми гулять. Вот еще мамочка подошла, как бы, нас много здесь, кто гуляет с детьми. Где вы еще гуляете? Нигде, просто ходим вот по рабочему, берем коляски и вот ходим по улице. Как вы считаете, кто должен следить за порядком этой детской площадки? Ну, мы считаем, что ТОС, раз построили, как относится к рабочему, то есть тут кто-то должен быть закрепленный. Пока маленькие волжане растут среди мусора, вероятно, из-за бюрократии местных ведомств у них формируется сознание, что разбросанный мусор – это норма. К сожалению, реалии нашего времени таковы, и отвечать за уборку никто не желает. И с вами были «Недетские новости» и я, Нина Спицына. До новых встреч!